Сегодня мы с вами поговорим немножко про третий лист трактата Баба-Батра. И здесь продолжение нашей слуги. Как я уже говорил, Мишна обсуждает, когда два дома, которые выходят в один двор, разделяются и строят мехицу. Так вот вопрос, Мишна вроде бы дает разрешение им захотеть или не захотеть, рацу. Так вопрос, о чем вообще речь? Имеется ли в виду, что они захотели разделиться или захотели именно построить мехицу? Так вот, наша последняя Лишна, последний вариант на третьей странице, это такие, что они захотели разделиться, а вот мехицу они уже строят, даже если одна из сторон не хочет. То есть, получается, захотели здесь, это само разделение. Они могли захотеть или не захотеть. Если двор слишком маленький, как я уже рассказывал, то может любая из сторон не захотеть разделяться. Но если уже они решили разделиться, то теперь любая из сторон может заставить вторую сторону построить мехицу. То есть, участвовать в построении мехицы. Потому что, как говорится, хезек раеш мей хезек, чтобы люди могли иметь в своем дворе частное, так сказать, место, куда никто не смотрит, не будут подглядывать соседи друг за другом. Поэтому построение мехицы это обязательно. И заодно Талмуд здесь переходит на тему разных вот этих мехиц, разные виды, в зависимости от Минхага, какие они строили стены, и переходит к тому, как было в храме. Дело в том, что у храма, первый храм и второй храм, они отличались. И в том числе первый храм был ниже, чем второй храм. И там по-разному стояли, в том числе, то, что огораживало святую святых от менее святой части храма. Ведь храм составился практически так же, как переносной храм в пустыне, из трех частей. Самое святое, куда заходил только перед священник раз в год, в Йом-Кипур. Средней части святости, куда заходят священники, но только несколько раз в день. Там Минора стояла, ее сжигали к вечеру, и там хлеб стоял, который раз в неделю, в субботу меняли. И там еще был маленький жертвенник, на котором воскуривали только благовония. Это вот средняя часть храма. Так вот, чтобы... И есть еще внешняя часть, которая под открытым небом. Так вот, чтобы отделить среднюю часть от самой святой, в первом храме стояла стена очень высокая. А во втором было так высоко, что они повесили два занавеса на расстоянии Амы, да, где-то полметра друг от друга. Вот так вот было сделано во втором храме, потому что он очень высокий был. И в том числе они заодно обсуждают о величии второго храма по сравнению с первым, да. Ведь первый храм, он был во многих аспектах более святой. Вся святость основная была именно в первом храме. Там был святой ковчег, во втором храме уже не было арона, не было ковчега. И вообще, там устрадать Юма приводит, что пяти вещей не хватало во втором храме. По-настоящему и присутствие Всевышнего во втором храме, да, это все было как бы временно. Второй храм, он не был полным избавлением. Но, тем не менее, пророк Хагай говорит нам, что великий будет этот храм больше, чем первый. В чем он более великий? Два мудреца спорят. Один говорит, он более великий, потому что он более высокий, как я уже сказал. Второе объяснение, что он дольше простоял. По мнению Хазай, второй храм стал 420 лет, а первый только 410. Вот два основных объяснения, в чем он, так сказать, в каком аспекте он был более великим. И заодно они переходят к тому, что во время царя Ирода, который происходил за Думян и был большим злодеем, как сейчас будет описано, этот храм подлежал реставрации. Был некто мудрец, такой Бава Бен Бута, который посоветовал Ироду реставрировать храм, который был в плохом состоянии. Вот здесь я хочу на этой суге немножко остановиться. Во-первых, здесь такая халаха приводится, что если даже синагогу, допустим, хотят одну разобрать, чтобы другую построить, нельзя. Можно так остаться вообще без синагоги. То есть синагогу не разбирают, если даже собираются построить другую. Только если уже стоят совсем плохо стены и готовы развалиться, тогда уже выхода нет и разрешается разобрать одну, чтобы построить другую. Так вот, заодно описывается про вот этого Баба Бен Бута, мудреца, который посоветовал Ироду построить храм. Тоже, получается, нужно там, видимо, какие-то делать сначала разбирания, да, прежде чем отстроить новое. Так как он мог так сделать? И на это есть несколько ответов, в том числе, что уж правительство точно не передумает и точно отстроит, раз обещало. Или потому что уже второй храм был в таком плохом состоянии, что выхода не было, поэтому пришлось его реставрировать. Так вот, здесь заодно описывается эта известная очень Агада, частично на нашей странице, и частично мы уже будем ее обсуждать на следующем уроке. Она начинается с того, что Ирод был из слуг, так сказать, хашманаев. И он взбутовался против своих хозяев и перебил почти всех хашманаев. И единственная, кто осталась, это какая-то одна женщина из их, одна девушка из их семьи. Так она, в результате, покончила жизнь самоубийством, согласно нашей Агаде. И поэтому получилось, что Ирод в результате имел потомков от разных нееврейских жен, и они не происходили в результате из хашманаев, хотя они утверждали. Позже потомки Ирода утверждали, что они из рода хашманаев. Это мы уже с вами обсуждали когда-то в трактатике Душин, что те, кто говорят, что они из рода хашманаев, на самом деле они из слуг происходят, из Ирода. Так вот, есть тут мнение, что он даже ее труп держал в меде, не хотел, так сказать, чтобы ее похоронили. Может быть, этим он тоже добивался, чтобы думали, что она все еще жива. Семь лет, согласно нашей Агаде, он ее держал в меде. И также он уничтожал множество мудрецов Торы, потому что именно мудрецы Торы говорили, что слуга не может стать, вообще чужак не может стать царем, что говорится в Торе. Например, из твоих братьев должен быть царь, да, в главе Шофтима описывается, что царь должен происходить из коренных евреев. Не может ни Гер, ни бывший слуга стать царем. Поэтому он уничтожал множество раввинов, единственное, кого оставил из тех раввинов, до кого у него дотянулись руки, был некто Баба Бенбута. И у него он потом советы спрашивал, но он его ослепил. И вот на следующем уроке мы прочтем, как он прикинулся кем-то другим, и как он с ним выяснил, что раввины обычно в политику не лезут, и что даже Баба Бенбута его не готов был проклясть, несмотря на все, что он сделал. И тогда он немножко мягче стал относиться к раввинам, и вот тогда Баба Бенбута ему посоветовал реставрировать храм. Все это уже будет на следующем уроке. И если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok